Я хочу только сказать, что мой сын не был ни вором, ни алкоголиком каким-то. 25 июня утро во вневедомственную охрану поступил сигнал. На набережной ограбили кафе, похищен алкоголь. На место выехали сотрудники Росгвардии. Отрабатывали на берегу ориентировку и увидели двух похожих на грабителей молодых людей. Те при виде сотрудников кинулись в Селингу. Один реку переплыл, второй утонул. Так звучит история, которую распространяли через пресс-релизы. Погибшего обнаружили на третьи сутки. Сына моего еще не вытащили из воды. Лицом вниз он в воде был. Но я уже знала, что это мой сын. Перевернула я его. Это был ужас. Это был мой сын. Мой единственный сын. Это был ужас. Синяки. Глаз получается на каком? Вот левый глаз. Над левым глазом. Вот большущий, большущий, красный. Вот только в синяк превращался. Вот этот красный. Глаз здесь разбитый у него. В подтверждении Нелли показывает фотографию сына. После того, как тело обнаружили спасатели, она первая приехала на место и успела сделать снимок. После своего ребенка она уже не видела. На похороны тело привезли перемотанное скотчем и полиэтиленом. Сегодня для мамы Стаса в этой истории больше вопросов, чем ответов. Зачем сыну понадобился алкоголь, если он не пил? А если и вляпался в историю, почему не смог переплыть реку? Спортсмен, только что отслуживший в армии, здоровый 20-летний парень, прекрасно плавал. Огня в ситуацию добавили рыбаки. Родителям рассказали, что сначала на берегу была потасовка. Потом Стас смог вырваться и бросился в реку. А когда начал тонуть, просил о помощи. Так громко, что слышно было на другом берегу. Когда он тонул от них, они даже, наверное, не пытались спасти моего сына. Он просил о помощи. Слышали, что он кричал, помогите, спасите. Даже с другого берега слышали. Рыбак слышал. Кричал он, помогите, спасите. Но неужели хорошего рядом никого не было? Ясность в ситуацию смог бы внести второй предполагаемый подельник. Но он к матери погибшего друга ни разу не пришел. На похоронах не был. Ну, он по-другому всякий раз наговорит. Все по-другому говорит. Как будто заучено он говорит что-то. Иногда он сказал, полезли за кофтой туда. Закрыто было. И полезли за кофтой. А потом Стас сказал, давай вот эти напитки или что ли там. Ну, он так говорит. Сейчас в отношении второго парня возбуждено уголовное дело. В МВД выяснили, что алкоголь похищен не был. В брошенном на берегу рюкзаке бутылка газировки и продукты. Проверка проводится и в Следственном комитете. Нами же проводится именно проверка по факту обнаружения трупа, а также возможных незаконных действий сотрудников Росгвардии. В настоящий момент все лица будут опрашиваться. Еще полностью не собран материал получается, чтобы отдать объективную правовую оценку. Поэтому производятся опросы всех лиц, возможных даже очевидцев. Пока не готовы результаты и судебно-медицинской экспертизы. Поэтому факт побоев или алкогольного опьянения погибшего никто подтвердить или опровергнуть не может. Я хочу только сказать, что мой сын не был ни вором, ни алкоголиком там каким-то. Я хочу добиться, чтобы все выяснили, все как было на самом деле. Алевтина Дармаева, Андрей Дармаев. Новости дня.